Лондонский марафон Стамбульские встречи глобальные игроки обсуждают в Турции ближневосточное урегулирование. Новый старый президент Наполитану Италия впервые в истории доверила высшекосударственный пост одному и тому же политику дважды. Новый старый президент Наполитану Италия. Новые сотрудники правоохранительных органов страны надеемся, что подозреваемый в организации теракта в Бостоне выживет, так как у нас к нему много вопросов, и эти вопросы требуют ответов. Джохард Царнаев должен быть признан участником боевых действий против США и допрашиваться в особом режиме. Так считают сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Джон Маккейн, Келли Айот и член Палаты представителей Питер Кинг. По их мнению, силовые структуры обязаны любым способом получить данные о том, как были совершены теракты и возможны ли новые атаки. В Лондоне прошел ежегодный марафон. В этом году в нем приняли участие около 35 тысяч человек. Перед забегом они почтили память жертв бостонского теракта 30-секундным молчанием. В знак солидарности с семьями погибших и пострадавшими каждый бегун вышел на старт с черной нарукавной повязкой. Количество полицейских, которые обеспечивали безопасность мероприятия, увеличили на 40%. Скотланд-Ярд принял решение усилить меры безопасности после взрыва в Бостоне. Марафон, который ежегодно собирает сотни тысяч зрителей, стартовал из юго-восточного лондонского района Блэкхид. Участники пробежали мимо самых известных достопримечательностей британской столицы – Тауэрского моста, Биг-Бена и делового квартала в восточной части города Кеннери-Уорф. Финиш находился недалеко от Букингемского дворца. То, что произошло в Бостоне, было настолько шокирующим, что невольно задумываешься о том, что то же самое могло произойти здесь, сегодня. Но мы должны были пробежать марафон за всех тех людей, которые погибли и пострадали. Это действительно грустно, но мы надеемся, что такое не повторится. Власти штата Техас разрешили первой группе жителей городка Уэст, где в минувшую среду взорвался завод по производству удобрений, вернуться в свои дома. В результате трагедии, по последним данным, погибли 14 человек, около 200 получили ранения. Были разрушены порядка 80 зданий, в том числе школа и дом престарелых. Как сообщили местные власти, 60 человек, считавшиеся пропавшими без вести, позднее были обнаружены в окрестных отелях или у своих знакомых. Глава Совета национальной безопасности Израиля Яков Амидрор прибыл в Анкару для переговоров по поводу выплаты компенсации семьям девяти турецких граждан, убитых израильскими военными во время захвата судна и слотилии свободы. По распространенной информации, Амидрор также проведет переговоры о возможности размещения израильских истребителей на авиабазе Акинчи к северо-западу от Анкары. Как пишет издание Sunday Times, речь идет о подготовке к возможным ударам по ядерным объектам на территории Ирана. Издание цитирует анонимный израильский военный источник, подчеркивающий исключительную важность базирования израильских самолетов на территории Турции для успешной операции против Тегерана. Сегодня в Стамбул с двухдневным визитом прибыл и глава палестинской администрации Махмуд Абас. В повестке дня встречи с президентом Турции Абдулло Гюлем, премьер-министром Реджепом Таипом Эрдаканом и министром иностранных дел Ахметом Давутоглом. Палестинский лидер уже провел переговоры с находящимся здесь с визитом госсекретарем США Джоном Кэрри. Основное внимание было уделено процессу нормализации отношений между Турцией и Израилем, примирению в Палестине и последним событиям в израильско-палестинском вопросе. Сирийская оппозиция обещает не передавать оружие экстремистам. Базирующаяся в Турции национальная коалиция, главное объединение противников режима Башара Асада, издала декларацию, отвергающую любые формы терроризма. В ней также содержится обещание не применять химическое оружие и не допускать попадания любых вооружений в руки экстремистов. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк по итогам встречи с представителями национальной коалиции в Стамбуле назвал это заявление договором сирийской оппозиции с мировым сообществом. И пообещал добиваться от своих партнеров по Европейскому Союзу снятия эмбарго на поставки оружия повстанцам. За вооружение сил оппозиции выступают Великобритания и Франция. Заявление национальной коалиции по сути договор с международным сообществом, подразумевающий приверженность установлению в Сирии свободы и демократии, осуждение экстремизма и гарантии неприменения химического оружия. Я не хочу предвосхищать события, но Великобритания выступает за предоставление большей помощи национальной коалиции. И это касается не только эмбарго на поставки оружия. Мы обсудим этот вопрос в течение ближайших нескольких недель. США со своей стороны выделят сирийским повстанцам более 127 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь Джон Кэрри на встрече друзей Сирии в Турции. Таким образом, помощь Вашингтона противникам Башара Асада удвоится. Поставки, включающие в себя нелетальное военное снаряжение, теперь будут проходить через представителей повстанческих сил в Турции. В течение последних нескольких месяцев мы постоянно увеличиваем помощь сирийской оппозиции. США продолжат обеспечивать противников режима продовольствием и лекарствами. И другими способами поддерживать местных лидеров, которые пытаются заложить основу для стабильного и демократического будущего. Президент Египта Мухаммед Мурси сообщил о скорых перестановках в правительстве страны. Заявление главы государства было опубликовано в его официальном микроблоге в Твиттере. Деятельность египетского кабинета министров регулярно подвергается резкой критике со стороны оппозиционных движений страны. Оппоненты обвиняют Мурси в том, что большинство портфелей в действующем кабинете было распределено между сторонниками движения «Братья-мусульмане», выходцем из которого является сам президент. Формирование нового правительства национального единства представители оппозиции называют одним из основных условий своего участия в предстоящих парламентских выборах. Апелляционный суд Египта оправдал экс-президента страны Хосни Мубарака по одному из заведенных против него коррупционных дел. Несмотря на это, Мубарак останется в тюрьме из-за обвинения в хищении 160 миллионов долларов. Генпрокуратура уже обжаловала решение суда о частичном помиловании политика. Защита, в свою очередь, готовит апелляцию по оставшимся коррупционным делам. Хосни Мубарак находится под стражей более двух лет. В прошлом году суд приговорил экс-президента страны к пожизненному заключению по обвинению в гибели 850 человек в ходе массовых демонстраций. КНДР переместила на восточное побережье страны две мобильные пусковые установки с ракетами «СКАД». Об этом сообщили в Минобороны Южной Кореи. В начале апреля Пхеньян разместил на востоке страны семь подобных установок. Их постоянно перемещали, чтобы осложнить наблюдение за объектами из космоса. По данным разведки Южной Кореи, спустя некоторое время эти передвижения прекратились. На восточном побережье КНДР сейчас размещены до 10 баллистических ракет различных типов, в том числе «Мусудан» с радиусом поражения до 4000 километров. Эти ракеты способны поразить цели на всей территории Японии и принадлежащем США острове Гуам. В результате серии землетрясений на юго-западе Китая, по последним данным, погибли 180 человек. 24 числятся пропавшими без вести. Более 11 тысяч получили ранения. Сейчас в район бедствия продолжают прибывать отряды спасателей и медиков, однако доступ в ряд населенных пунктов затруднен. Так, в уезд Баосин, где катастрофически не хватает лекарств, нет воды и электричества, вылетели вертолеты со спасателями и гуманитарной помощью на борту. По данным представителей Международного комитета Красного Креста в Китае, на счета организации перечислены уже свыше 8 миллионов долларов для оказания материальной поддержки бедствующим. Пожертвования поступают от китайских чиновников, компаний, обычных граждан КНР, а также из-за рубежа. Я был очень напуган, здания буквально ходили ходуном. Сейчас страх потихоньку отступает. Тем временем сегодня в китайской провинции Сычуань произошло новое землетрясение магнитудой 5 целых. Всего там за минувшие сутки после первого разрушительного толчка последовало 846 повторных, что существенно осложняет работу спасателей. Прибывший накануне в зону бедствия премьер госсовета КНР Ли Катян призвал сделать все возможное, чтобы оказать помощь местному населению в кратчайшие сроки. Руководство Евросоюза приветствовало переизбрание на второй срок президента Италии Джорджу Наполитану в решающий момент как для самой Италии, так и для единой Европы. Решение президента остаться на своем посту на второй срок вызвало положительную реакцию многих мировых лидеров. По итогам шестого тура голосования в парламенте 87-летний Джорджу Наполитану был переизбран президентом на новый семилетний срок. Как на это событие отреагировали в самой Италии, расскажет моя коллега Нина Шамуги. Король Джордж. Спасение Италии снова в руках Наполитана. Наполитана, вернитесь к мудрости. Идеальное преступление. Итальянские СМИ забурлили. Повторное избрание Джорджа Наполитана на высшегосударственный пост является беспрецедентным. Никогда ранее в истории республики один и тот же человек не становился главой Италии дважды. Остроты ситуации добавляет и политический кризис, в котором с начала года пребывает страна. Обращает на себя внимание и весьма преклонный возраст нового старого президента. Совокупность этих факторов оказалась достаточным, чтобы и без того темпераментные итальянцы вышли на улицы. Я искренне думаю, что это было худшее решение, самое неподходящее всех, потому что Наполитана не сможет устранить разногласия между партиями. И у него нет инструментов для проведения преобразований в стране. В любом случае, Наполитана – представитель старой гвардии, которая привела Италию к раху. Поэтому я не могу принять его переизбрание. Ни род новому сроку и сам Наполитана, но долг зовет. Для политических сил, чьи противостояния все дальше заводят Италию в тупик, он стал своего рода спасательным кругом. Лидеры главных итальянских партий, поддержавшие кандидатуру Наполитана, своих эмоций не скрывали. В то время как глава политического движения «Народ свободы» Сильве Берлускони демонстрировал свою белоснежную улыбку, лидер левоцентристской демократической партии Пьер Луиджи Берсани от переизбытка эмоций не смог сдержать слез. В итоге так расстроился, что ушел с поста партийного секретаря. «Я благодарен за доверие, оказанное мне парламентариями и региональными выборщиками. Так же, как и за доверие многих граждан, которые с нетерпением ждали исхода столь важного и крайне тяжелого дела, как выбор нового президента республики. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем все мы будем старательно выполнять свои обязанности, работать над укреплением государственных институтов. Мы все должны отдавать себе отчет, в каком тяжелом положении находится наша страна». Уже четыре месяца Италия управляет ушедшее в отставку техническое правительство экономиста Марио Монти. Парламентские выборы, прошедшие в феврале, дали левым большинство в Нижней Палате парламента, но не в Сенате. Это практически исключает формирование сильного и устойчивого правительства. Переизбранного Наполитана ждет непростая задача – играть роль арбитра при формировании Кабмина. Правда, в достижении консенсуса мало кто верит. «Люди понимают, что этот шаг стал последней каплей в море хаосом. Парламентарии просто старались сохранить статус-кво, выбрав Наполитану. Вот и все». Эксперты уже охарактеризовали избрание 87-летнего политика как признание партиями собственного бессилия и неспособности идти на перемены. При этом авторитет Наполитана, прозванного в Италии мудрецом, никто под сомнение не ставит. Просто новое, как хорошо забытое старое, устраивает далеко не всех итальянцев. Правительство Израиля утвердило соглашение «Открытое небо». Договор поддержали 16 министров, трое проголосовали против. Во время заседания кабинета под стенами канцелярии главы правительства проходила манифестация работников авиакомпаний, выступающих против утверждения соглашения. В ней приняло участие около 500 человек. Несколько манифестантов вступили в стычку с пограничной охраной. Восемь человек задержаны. Сторонники соглашения заявляют, что оно приведет к росту конкуренции на рынке авиаперевозок и снижению цен на билеты. Противники отмечают, израильские компании тратят значительные суммы на обеспечение безопасности и поэтому не могут конкурировать с иностранными авиаперевозчиками. Утверждение соглашения «Открытое небо» — это день торжества для израильского народа. Появится больше рейсов, билеты станут дешевле. Увеличится поток туристов, что позволит создать дополнительные рабочие места. Забастовка связана с решением израильского правительства ратифицировать соглашение «Открытое небо». Мы поддерживаем здоровую конкуренцию и «Открытое небо», но нынешняя редакция документа способствует краху израильских авиакомпаний. Еще один авиапротест. На этот раз в Европе. Крупнейший немецкий авиаперевозчик Люфтганза из-за забастовки сотрудников, которая состоится в понедельник 22 апреля, отменил свыше 650 рейсов. Как ожидается, с тачка затронет практически все крупнейшие авиаузлы Германии. Профсоюз работников сферы услуг, который является организатором акции, требует повышения зарплаты на 5,2% для 33 тысяч сотрудников компании Люфтганза. Что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий, а я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.